обязательно оцениваем пишите в комментариях какими способами вы пользуетесь кто пользуется через лечку обязательно напишите потому что ну не у всех они бывают вот такие вещи но мучаются все просто все очень просто друзья всем привет с вами санек но видосик такой сегодня про то как быстро просто залить масло в коробку мост поменять там я не знаю те кто следит за каналом помню что перед тем как это тракторок был позапрошлый по моему видосик я забыл в коробку залить маслом масло залить нужно сюда не залито и забыл я масло в коробку залить придется и нагнетатель нести откручиваясь из гайку так снизу и на нет а телем качать было ее залить когда она была снята было бы удобно забыл вот начал когда уже коробка установлена трактор полностью собран начал заливать вот таким вот нагнетателем и у меня навернулся поршень времени не было его чинить заниматься там в общем продолжить продолжил я доливать коробку через обычную лейку то есть я брал шлангчик подходящий по диаметру чтобы он сюда залез и соответственно сюда тоже залез и через лейку доливал уже трансмиссион очку в карабас ну процесс мужики еще тот еще тот кто знает кто сталкивался с этим те прекрасно меня поймут мужики ну в этом видосе есть способ еще проще еще легче еще быстрее с этими моментами справляться будь это коробка на автомобиле будь то мост на автомобиле на мини тракторе когда они пустые когда трактор собран и вот этой штукой тоже качать это и извините блин капец как долго есть способ намного проще как некоторые заметили среди этого комплекта имеется что огнетушитель обычный автомобильный старенький огнетушитель как его использовать да сейчас покажу ну и для начала давайте все таки наглядненько экспериментик попробую сейчас здесь где-то литр фонарик возьму где-то примерно мужики литр может чуть больше там плюс минус в общем я думаю видно сколько в канистре давайте сейчас этот литр перельем в полторашку при помощи лейки и вот этой трубки потому что я все-таки заливал через трубку и так чтобы все было говорится правильно засекем время сколько понадобится времени чтобы через лейку залить трансмиссионку литр в коробку так друзья установил леечку шлангчик там хомутиком схватил чтоб никуда не сдвинулась полтора х куда будет сливаться масло напомню литр где-то будет внизу вверху таймер и я это все делаем потом ускорим дабы не растягивать весь процесс в общем засекаем по времени сколько по пройдет трансмиссион очки через лейку обычную бытовую лечку ничего понеслась договориться и и и и и и и Так, нулейка пусто. Смотрим. Пускай хотя бы до минимума сбежит. С трубки полностью. Ну, в принципе, в принципе можно выключать. Санело это примерно где-то около 15 минут. Ну, таймер будет. Я думаю, видно, вот уже прерывсто идет. Все, выключаем. Ну вот, друзья, при помощи лейки набрали литр. Сейчас мы засечем сколько это. Ну вот, до вот этого загиба будем так говорить. И сейчас при помощи нагнетателя метка здесь есть. Также накачаю литр. Качать буду непрерывно. Сколько по времени займет, я не знаю. В общем, камера на штатив. Тара. Ну, если пару капель там осталось, то их не в счет. Качаем литр нагнетателем. Так, друзья, закрепил. Поставил на пол, потому что ее надо держать и качать. С той стороны поставил фонарик, чтобы видно было, когда она наберет столько, сколько надо. Здесь, чтобы было видно струю, как она качает. Надеюсь, ничего не упадет. Вот. Батя возит шпалы, а я снимаю видос. Так, ну что, погнали. Надеюсь, не упадет. Так... Каз. Так, ну, вот. Так, вход. Помоги! А потому что, что м ね. Здесь, вот, чтоб спустить его. Скрипте, китре. Музыку. Именно плыть китля, голливая. Потом вот так плыть сейчас. ну вот друзья видели сами да правда это все дело на ускоренном но тем не менее литр есть может чуть больше вот побыстрее раз наверное в 5 нагнетателем хоть он и старенький но рабочий вот и давайте теперь к самому интересному мужики обычный автомобильный огнетушитель его немножечко нужно доработать для того чтобы можно было также использовать его в качестве нагнетателя как уже многие догадались да нужно высыпать оттуда всю бяку которая там есть поставить вот такой штуцерочек от компрессора знаете да есть папа есть мама они продаются под разные резьбы под разные калибры даже есть на пол дюйма вот подобрал по размеру сопла пластмасса выкинул подобрал по размеру сюда значит штуцерочек вернул все вся переделка на этом мужики закончилась я уже его значит вытрусил освободил теперь нужно его тупо раскрутить друзья чекан не нужно и залить сюда масло просто залить масло сейчас я сделаю с полторашки залью сюда масло так надеюсь видно будет слышно микрофон не брал вся переделка здесь есть такая трубка я уже его проверял горловина здесь довольно таки большая они разные если не тушитель у меня с большой и выливаю сюда трансмиссион очку друзья то принципе все что угодно можно сюда залить пойдет вот полторашка а здесь может литр 300 где-то так литр двести в огнетушителе ну литр вскакивает тут еще и место есть может даже и полтора ли и завинчиваем тут все от руки они раскручивались у меня от руки что теперь нужно сделать правильно подать сюда давление шланг от компрессора отсоединяем подключаем и открываем тут секунда делов все там уже есть давление дальше беру шланг который использовал налейте мужики теперь надо попробовать его снять еще отсюда вот сюда так одеваем получается вот такая вот приблудинка ну давайте засечем по времени сколько понадобится перелить из огнетушителя масло обратно в полторашку все в режиме реального времени без ускорений все воздух вышел сейчас раскрутим и сольем посмотрим остаток с литра он был абсолютно пустой посмотрим сколько сольется с литра ну здесь не хватает буквально вот до этой полосы ну грамм может 50 слил с трубки сейчас буквально что тут было я не знаю ну что-то слилось так чтобы поменьше бяки буки на верстаке сейчас тряпочкой протру чтобы не вымазывалось ничего здесь положу и в мерный стаканчик сейчас лишнее пускай сбежит посмотрим сколько там всего накапал она уже тут практически его и нет крахмал сахар манка вода ну почти 50 грамм почти это сторон это сошла на из этого баллона вот как-то так вот такие друзья дела вот такая маленькая штуковина а полезно с ней от нее в мастерской просто капец если кому-то покажется мало я тут еще приготовил вот на 6 литров то есть вот такую трешечку канистры заливаешь можно даже две канистры залить даже на это наверное ударе то на 6 литров откручиваем здесь правда манометра нет можно заглушить он и не нужен после первого использования он клинит забивается все там маслом такая же трубка до дна все то же самое таких огнетушителей на металлоприемки валяется просто тьма тьмущая горловина тут еще больше заливная чем вот здесь вот мужики как-то так так что смотрите если у кого-то проблема с нагнетателем не хочется сильно заморачиваться и качать все это вручную создали давление здесь при помощи компрессора секунда делу можно создать давление обычным ручным насосом ножным насосом автомобильным до этот снять штуцер этот шлангу напрямую соединить открытие накачать несколько тут я не знаю ни минуты не прошло наверно и физически не устал ну да 50 грамм масла остается и при этом его спокойно вот таким образом можно полностью 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 слить все мужики на этом все кому понравилось данная идея обязательно оцениваем пишите в комментариях какими способами вы пользуетесь кто пользуется через лечку обязательно напишите потому что ну не у всех они бывают вот такие вещи а вот такие вещи валяются я уверен так вот под верстаком у кого-то по углам есть и компрессора ну мучаются все просто все очень просто все с вами был санек скоро увидимся